Выборы близко. Накануне завершения нынешней парламентской кампании на Украине общественное движение «Честно» сформировало пятерку партий, которые потратили на выборы больше всего средств. А Киевский международный институт социологии назвал топ политсил, имеющих наивысший рейтинг. Итак, в лидерах по тратам закрепилась радикальная партия «Ляшко», которая вложила в избирательную кампанию больше 45 миллионов гривен. Также щедро 44 миллиона гривен пустила деньги на ветер украинская стратегия Гройсмана. Порошенко со своей европейской солидарностью решил заплатить за прохождение в Раду 43 миллиона. Оппозиционный блок – 40, партия Вакарчука «Голос» – почти 38 миллионов гривен. Досрочные парламентские выборы в стране состоятся в ближайшее воскресенье. Партия действующего президента Украины Владимира Зеленского, впрочем, уже готовится праздновать победу. Слуга народа по-прежнему лидер гонки и имеет наивысший уровень поддержки избирателей. Как свидетельствуют финальные соцопросы, преодолеть 5-процентный проходной барьер на парламентских выборах 21 июля, помимо слуг народа, удастся партии «Оппозиционная платформа за жизнь», «Европейской солидарности», партии «Батькивщина» и «Голосу». Присоединиться к пятерке ведущих полицил в случае удачи может также партия «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко и партия популярного блогера Анатолия Шария, по утверждению самого Шария. Закон о языке вступил в силу. Отныне за украинским языком закреплен статус единственного государственного, в то время как русский и другие языки нацменьшинств разрешены лишь в личном общении. Принятый незадолго до вступления Владимира Зеленского в должность президента языковой закон, на этой неделе, 16 июля, вступил в силу. Нормы документа устанавливают обязательное использование украинского в государственном и коммунальном секторах, в транспорте и общепите, маркировке товаров и услуг, в медицинской, образовательной и культурной сферах, а также в средствах массовой информации. Не распространяется закон разве что на язык частного общения и религиозных обрядов. Через три года на Украине начнет действовать система штрафов, выписывать которые нарушителям будут члены специальной языковой комиссии. Размер взысканий весьма внушительный – от 3,5 до 8,5 тысяч гривен. Инициаторы закона почему-то полагают, что такие жесткие меры позволят укрепить национальное самосознание украинцев, сохранить их национальную культуру, традиции и обычаи. Стеклянный мост Кличко трещит по швам. Не успели ремонтные бригады устранить первые поломки, как появились новые. На мосту в Киеве, соединяющем Владимирскую горку и арку Дружбы народов, которые открыли в конце мая, сначала повредилась одна из секций стеклянного пола. На этот раз треснула одна из запор у основания конструкции. Кроме того, в некоторых местах сильно ослабли тросы, стягивающие основное ограждение. К слову, строительство моста Кличко обошлось в более чем 400 миллионов гривен. Река позеленела. Жители Красноградского района Харьковской области страдают из-за последствий поломки канализационного коллектора, в результате которой нечистоты просочились в реку Берестовую. Отдыхать на местном пляже, а тем более купаться в воде, санврачи категорически запретили. Уровень кишечной палочки превышен более чем в два раза. Впрочем, вряд ли кто-то захочет поплавать в реке, поверхность которой покрыта густой зеленой пузырящейся массой с неприятным запахом. К тому же, из-за жары там началось активное цветение сине-зеленых водорослей, которое добавило новые нотки и в без того неприглядную визуально-ароматическую картину. Чернобыль для туристов Президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать зону отчуждения, открытой для туристов, и подписал указ о развитии в Чернобыле туристического потенциала. В документе говорится об открытии зеленого коридора для любителей экстрима, новых туристических маршрутах и модернизированных КПП. На прошлой неделе над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС ввели в эксплуатацию новый защитный саркофаг. Укрытие, по мнению специалистов, должно прослужить не менее сотни лет.